В силу профессии в управлении службы судебных приставов наши съемочные группы бывают часто. Сегодня особый случай. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Евгений Олейник. Сегодня отличный день для прогулки. По залитой солнцем аллее, улыбаясь, идет красивая длинноногая женщина. Прохожие с удивлением косятся на видеокамеру, даже не догадываясь. Это и правда редкий момент, чтобы в разгар рабочего дня увидеть неспешно идущую Евгению Олейник. Нет, скорее в обед. Одной рукой ешь, второй в клавиатуре, чтобы все успеть. На свете существует множество профессий, которые, по мнению мужчин, совершенно не свойственны прекрасной половине человечества. Если мы давно привыкли видеть женщин-врачей, учителей, менеджеров и так далее, то, например, женщин-автослесарь или водитель такси до сих пор вызывают как минимум удивление. А женщины в погонах. Ведь никто и не скажет, что пальто нашей улыбчивой героини скрывает форму. Она выбрала очень непростую специальность. Смотрите. Здравствуйте. Железнодорожный. Спасибо. Сейчас собираемся ехать на исполнение. То есть, соответственно, нужно подготовиться. Нужно подготовить различные требования, акты совершения, предупреждения для руководителя. Ну и сами исполнительные производства, чтобы знать, куда ехать. В эту непростую службу Евгения пришла почти 10 лет назад. Вот только сразу стать приставом-исполнителем не получилось. Не поверите, из-за юного возраста. В самой службе я работаю с февраля 2004 года в роли делопроизводителя, а судебным приставом с марта 2005 года. Настойчивость у нее от мамы. Она тоже работала в управлении. А вот жесткая струнка скорее от папы. Здравствуйте. Судебный пристав-исполнитель железнодорожного отдела. Моя фамилия Олейник. И подскажет организация БТРМ-сервис. БТРМ-сервис? Да. Соседний? Да. Понятно, спасибо. Ну, у меня папа военный, поэтому, конечно, тяга к форме была всегда. Хотела поступать в училище связи. К сожалению, не было набора девушек. Еще со школы ей пророчили профессию, связанную с общением. С таким задором бралась она за подготовку к праздникам и смотрам. Как и полагается девочке, неплохо училась. Причем тянула скорее к математике. Была такая активистка и во всех мероприятиях школьных участвовала. А что там делать? Перетанцевались с близкими? А что придется? Кстати, школу пришлось сменить не одну. Папина служба требовала переездов. Германия, Крым, Днепропетровск. И стоит отдать должное родителям. В любом городе у маленькой Жени было ощущение того самого дома. Я думаю, что это близкие люди, которые окружают. Независимо где. Независимо где, да. Вот эти взаимоотношения, тепло, которое они дают, поддержку. Это самое главное. Родителям я очень благодарна за воспитание. Они научили меня, как нужно себя вести. Они мне очень много дали. Сегодня они гордятся дочкой. В этом небольшом кабинете, который она делит с коллегами, уже есть место для регалий. Кубок победителя второго этапа всероссийского конкурса. Название «Лучший судебный пристав исполнитель ФССП России». Тверь, 2013 год. Следующая цель, как минимум, тройка лидеров. Не дотянуло-то всего ничего. В 2010 году к нам пришло информационное письмо о том, что необходимы сотрудники для участия в конкурсе. Конкурс проходит в три этапа. Первый этап – это в Рязанской области. Второй этап – это в Твери, туда съезжаются победители по областям Центрального федерального округа. И третий этап – это по России, в Москве проходит. Соответственно, поучаствовал здесь в 2010 году и в 2013 году. Ее работа и есть лучшая школа. Профессия каждый день снабжает примерами на гора. Жизнь современной девушки динамична и мобильна. Я не знаю, может быть, это привычка, может быть, это просто фанатизм такой, но как-то в другую сфере я себя не вижу. По крайней мере, вот на сегодняшний момент. Это сложно – уметь отключать человеческий фактор и при этом оставаться человеком. Ведь романтизм профессии только в кадре и есть, когда должник с натяжкой старается хотя бы не хамить. Ее задача – не просто исполнить, а в первую очередь объяснить, кто друг, а кто враг. Это ведь только со стороны кажется. Ничего особенного в работе приставов нет. Ходи себе, собирай долги. Я так думаю, что по нашей жизни сейчас нужно быть очень осторожными. То есть не доверяться. Даже близкие люди, как правило, бывают такие случаи, что даже близкие люди поставляют с теми же кредитами. То есть нужно 10 раз подумать сначала, прежде чем что-либо совершать. А если в такой ситуации уже попали, то, конечно, нужно как-то в этой ситуации выходить, как-то разговаривать с теми же взыскателями, пытаться договориться, чтобы в несудебном порядке, то есть помимо судебных приставов. Один невмер эмоциональный клиент в день – это скорее норма. На эмоциях люди часто ведут себя неприветливо. Разные ситуации бывают, разные люди, то есть где-то ты, наоборот, учишься. А самое главное, я считаю, то, что если получается план решения суда, то, соответственно, мы кому-то помогаем. Бывают такие ситуации, что реально помощь очень нужна. Своя история охоты за должником есть практически у каждого исполнителя. Где только не прячутся от приставов и на что только не идут. Было вот в нашей службе выселение, выселяли семью, и со стороны должников бабушка поливала кислотой. И взыскателя, и на судебного пристава попало немножко. То есть там травматичные случаи. Были случаи, когда собак спускали. То есть даже не должник, а позвонили просто соседям, чтобы попасть в квартиру, а там человек спал, и вот ему не понравилось, что его разбудили, и он спустил собак. А есть и такие, кто, несмотря на долги, а то и о моральном образе жизни, уверен в своей неотразимости и пытаются флиртовать. Но эта крепость им не по зубам. На момент такие, конечно, бывают, но им это не спускается. Вот только не стоит думать, что женщинам в принципе, а тем более красивым живется проще. Скорее наоборот. И ожиданий больше, и требования строже. И что там говорить, зависти хватает. А ведь она работает в 14 лет. Между прочим, по первому образованию Евгения – инженер-строитель. По кирпичику уверенно выстраивает свою жизнь. Я стараюсь настраивать себя на лучшее и думать о том, что пусть сегодня идет черная полоса, но завтра опять начнется белая, и все будет хорошо. Это скорее тоже из детства. Когда папа служил в Афганистане, все, что оставалось им с мамой – верить. Для меня, конечно, он лучший. Он главный мужчина в моей жизни. Муж на втором плане. Мужа, конечно, я тоже безумно люблю, но папа для меня – это все. Я люблю семья. Да, современная женщина умеет быть независимой, ухоженной, если требуется, недоступной. Но открою секрет мужчинам – от этого только острее хочется ощущения тепла и заботы. Той самой стены, за которой можно выдохнуть, свернуться калачиком и просто знать, что ты не одна. Папа, значит, я очень люблю Наполеон, и каждый год, вот только к моему дню рождения, он заморачивается, печет торт для меня сам, то есть и тесто, все эти коржи делает. Вот это вот каждый год, это традиция у нас такая. Я догадываюсь, что у мужа уже поваренная книга есть рядом. Да, папа с мамой подарили. В семейной жизни ведь тоже главное приправа, чтобы не пресно и не скучно. Папины кулинарные рецепты плюс мамины по сохранению семейного очага очень помогают взаимопониманию. Немногие мужчины отваживаются любить женщину с ненормированным расписанием, да еще и с характером. Но все-таки стараюсь, потому что есть супруг, которому нужно кормить, ухаживать за домом. Да и самой приятнее все-таки находиться в такой домашней обстановке, чтобы все было уютно, хорошо, чистенько. Нет практически ни одной фотографии, где она не улыбается. Это ведь тоже много говорит о содержании того, что принято называть душой. Там определенно светло. А если говорить о планах, то для воплощения самых ближайших нужно только свободное время. Мне бы хотелось, наверное, заняться фотографией. Так вот, чтобы более-менее профессионально, потому что фотографировать нравится, но пока нет и технической возможности, и, соответственно, навыков. Но учимся, стараемся. В выходные у нас веселая компания, дружная, такая легкая на подъем, поэтому, да, стараемся куда-то выезжать. И, соответственно, там получаются очень веселые снимки. Но никто не говорит о расставании с основной профессией, разве что ненадолго, на время декретного отпуска. Это еще один план на ближайшую пятилетку. И мы от всей души желаем преуспеть в любых начинаниях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!